В первую очередь хочу спросить, всех так штырит от Варитрагнарного Меркурия, я не знаю, как его можно назвать. У меня просто голбасит, я не знаю, почему. Сегодня ждала-ждала я затмения, но затмения так и не было. Да, это у него себе титул. Вообще, в Таилан хотела спросить, есть ли тут люди, которые из Таиланда, которые сейчас на Пхукете. Ребят, как мы говорили в Таиланде, я не знаю, может надолго, может нет. Ничего не знаю. Таилан будет такие памятники. Так круто общаться со мной с собой. Ам-ам-ам. Ам, я понажимаю помехать. Как ваши дела хотела поделиться? Очень. Очень. Больно. И да, в Казань, знакомиться с родителями. Я вас умоляю. Да, там не интересно. Если будет вообще. Ну, красота. Привет. Привет. Как ты тут? Я вообще смотрю по ленте, что уже в России началась весна, почти лето скоро наступит. Все ходят в футболках, майках. Классно. Привет. Привет. Фугайся на тетяну. А, Самира, это же ты. Привет. Как дела? У меня все хорошо. Как у вас дела? А Бики помнила? Скучаешь в парашке? Да. А, честно, нет. Я скучаю только по маме, по папе, по родим, по близким. А так целостно. Что там скучать? Привет. По Лисе скучаем. Лиса у меня скоро родит. Привет. Вопрос только про личную жизнь. Но все равно нет ответов. Поэтому просто всего тебе хорошего. Спасибо. Про личную жизнь? Ну да. Ответов пока все равно нет. и, наверное, не будет. Это твой сын или нет? Нет. Это не мой сын. Это ребенок моего мужчины. Самира, у меня все хорошо. Как у вас? Да, это Самира. Нормально. А, Бики, передавай привет больше. Ай. Привет. Привет, привет. Привет, моя кошечка. Как у тебя дела? Мелькала. Когда приедешь? Я пока сама не знаю. Честно. Не знаю, когда приеду, куда приеду, зачем приеду. Не знаю, я говорю, что у меня в это затмение, я не знаю, может быть, не с этим даже связано, но какое-то помыкнение. Или наоборот. На дом 2 не хочешь возвращаться? Нет. Не хочу. Где работаешь? Где я работаю? Нигде, я бы сказала. Да? На полставке. Я бы сказала, кем, но не хочу шутить. А где мама там ребенка бросила? Я не знаю, где это мама. Знаю только, что жива-здорова. Больше информации нет. Каза у тебя все равно грустная, хотя улыбаешься. Почему? Ну, вот так вот в жизни бывает. Так бывает. В жизни так бывает. А, кстати, по поводу песни. Наконец-то я добралась до нее. Мы переделали мелодию, еще переделывают бит, и я наконец-таки запишу «Ала Берса». Я уже, ну, думаю. И выпущу свой трек, который, дайте на секундочку, написала сама слова, там все остальное. Поэтому это будет моя такая первая, мой первый трек, можно сказать. Тория написала именно сама. Предала, а она у нас. Ну, классно. Абика! Привет! Здравствуйте. Ой, здравствуйте, мой дорогой подписчик Ксения Романова. Как там поживает наш бизнес-план? Катухи на лице идут. Да, мне тут нравится. Тут нравится, и вот тут нравится. О, очки. Мама! 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 Что? Мама! Что? Мама! Мама! Привет, Оленчик! Как дела у тебя? Как настроение? Настроение у меня дерьмо полнейшее. Ой, такие прикольные очки. Давай закупить. О! Остроение, признаюсь, дерьмо. Дела, в принципе, все хорошо, но было и лучше. Как-то вот так вот. Мы сможем какой-то непонятный мультик. Я даже не знаю, о чем он. Что это за животное? Ай, я не знаю. Кстати, кролик у нас очень сильно вырос. Булочка моя. Булочка моя с изюмом. Кролик у нас, да, вырос очень знатно, так скажем. Ой, опять качки. Так, всем помахаю, 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 помахаю. Привет, Оленчик, привет. Все, кто присоединяется, привет вам большой. Ай. Я не работаю. Да, я не работаю. Шутки шутками. Не надо ни таких шуток. Жизнь так бывает. Кстати, да, моя любимая песня. Жизнь так бывает, что любовь. Как познакомились с мужчиной? Нас познакомили друзья. Как-то так. Бизнес-план. Ты его приготовила, нет? Люди ждут. Мама. Что? Что? Что ты говоришь? Он начинает уже разговаривать, только пока еще не понятно, что он имеет в виду. Бизнес-план. Бизнес-план. Готов, нет? Как зовут ребенка? Самира правильно пишется? Зову через букву О. Давид его зовут. Давид. Огонь. Копирайтер что-то долго отвечает. Ну ты поторопи немножко, скажи. Время – деньги. Хе-хе-хе. Надо увольнять. Ладно, давай дадим еще один шанс. Мама. Ну, как видите. Как Дилан? Дилан. Было и лучше. Как в Таиланде. Вы знаете, как в Таиланде? В Таиланде прекрасно, конечно же. Солнце, море. Класс. Это Буба. Я не знаю, кто такой Буба. Он какой-то страшный. О, Буба. Мультис Буба. Я не знаю. О, надо было Барри так намывать. Ой, Барри так классно моется. Сидит, ушки свои он намывает. Барри. Ой, такой он классный. Смотрите. Сидит, намывается. Ты моя булочка, булочка моя сладкая. На днях, короче, я пойду в… Куда я пойду? Пойду в ветеринарку. Знаю, что нужно для того, чтобы провести его с собой. Ну, потому что, честно, мне сердце разрывается. Я бы думала, что я его где-то ставлю. Вот как я вот эту маленькую пушиночку, булочку с изюмом оставлю здесь? Что это такое вообще у меня здесь? Ладно, на выброс. Прикольный же. Да не нравится мне, не знаю, я не смотрела. Где мужчина твой работает? В телефоне. Чисто я в отношениях такая же тупая, как Буба. А чё, он тупой? По-моему, он сырные шарики ест какие-то. Как тебе в роли мамы? Ну, вот буквально, наверное, минут 10 назад мне такой вопрос задавали. Ну, как бы я открыто говорю, ничего не стесняюсь. Ну, как бы бывает тяжело. Вот. Как бы, ну, почему я буду врать, что всё легко, все круто, нет тяжело. Вот. А так, в целом, прекрасно. Какой твой типаж мужчины? Нет типажа мужчины. Мне самое главное, чтобы он был внутри, у меня близок, чтобы мы были с ним на одной волне и чувствовали себя в другой. В общем, особо внешне, это конечно же играет некую роль, но в целом самое главное, чтобы комфортно было с ним внутри. Дорогие подписчики, кто в Тае, напишите мне в директор. Зачем тебе что-то писать? Они мне должны писать. Этот мультик называется Буб. Да я уже знаю, что это Буба какой-то. Буба Хуба Буба. Так, ну и начнем с того, что кто находится сейчас в Таиланде, я решила организовать фотопроект, это фотодень вместе со мной. Что это значит? Что это значит? Есть крутой фотограф, который делает офигенные снимки. Есть я, которая поможет вам в позинге на фотосессии, то есть поможет вам, подскажет, как правильно встать, куда положить рук, куда посмотреть, чтобы фотки были бомбезные. Плюс для вас суперлокация, фрукты, ну в смысле фрукты это как реквизит очки, там всякие цепочки, то есть я вам помогу подобрать образ. Дворился, ну крутые тоже вам сделаем, куда уходит. Далее фрукшетик, то есть там какие-то вкусные напитки, печенюшки, там тортики. Ну и в принципе волшебная атмосфера, которая будет на съемке. На выходе вы получите 20 фотографий цветокоррекции и 10 ретушь. Ну и плюс исходники. И также я могу сказать, что 10 ретуши мы делаем на фотографии, которые понравятся именно вам. То есть мы не на свой вкус делаем, а на те фотографии, которые понравятся именно вам. Но если вы предпочитаете, чтобы выбрали именно мы фотографии, то можем сделать так. В общем, я буду рада с вами встретиться. И кому интересно, пишите. Не скучаешь по родному месту? Я скучаю по родным, по близким, а так нет. Привет, как ты, Алина? Привет. Хотелось бы тоже так же ответить вам смайликами и сердечками в глазах. Ну, бывало и лучше, могу так сказать. Так. Приветик, когда свадьба? Какая свадьба, алё? Ха-ха. 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 Могу сказать скоро, но... Вообще говорят, что типа слова... Ай. Слова, они... Материальные и мысли тоже. Поэтому я скажу, что скоро. Хорошо? Но это не означает, что скоро. Ты родила? Ты родила? Нет. Я не родила. Это не... Можно сказать, это... Ой, прикольный. Привет. Кто-то у нас присоединяется. Давайте к ним еще раз. Еще вопросики. Ладно, пока ты лучшая. Самира. Ладно, пишется через букву А. Ха-ха. Пока. Абики, привет. Всем привет. Маме, папе, братику. Жалко, я не в Тае. Да, жалко. Ха-ха-ха. Но еще жизнь очень длинная, поэтому... Я думаю, что еще будете. По Никите скучаешь? По какому Никите? Ай! 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 Давид, аккуратно, пожалуйста. Вы были классной парой с Никитой, он с харизмой. Далеко уедешь на этой харизме. Ха-ха-ха. 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 Где там мой, эээ... Менеджер? Ха-ха. Менеджер Кшения Романова. А! Ха-ха. Мой дорогой подписчик, ты где? Ха-ха-ха. Я смотрю, желающих нет, да? Или вас просто нет в Таиланде? вот все присоединяются присоединяются я тут с вами и ну хорошо я рада а где с новым парнем познакомилась познакомилась повторяю нас познакомили друзья познакомились мы в интернете вот начали общаться ну и как-то так барри такой классный вообще лежит что-то там сам себе намывается у него всегда какие-то интересные позы а еще у нас очень любит носиться по квартире он так классно моется просто ну что за это за божечки такой кто это ну просто кто это баре просто такой чистюля на руки берешь потом моется ну конечно всегда баре 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 чё кролик делает давид давид что кролик делает целует кого-то свою нет же не целую дэвид ну хотя бы что-то пишите когда заходите в эфир я уже не знаю какую тему с вами поговорить вроде все обсудила давид это кто давид это ребенок моего мужчины это кто это какой-то буба давид это буба скажи буба буба давид буба давид скажи бубу waren кв такой лапへх конечно кролик а аккуратно привет привет ксюш ты мне пожалуйста напиши что-то в инстаграм заходишь в телеграме не отвечаешь как бы хотела назвать дочь и сына но вообще я изначально хотел назвать его сына как бы ну вот появился давид я конечно не знаю как у нас будет вкладываться в будущем в отношении с его папой я всегда хотела назвать давид девочку девочку а и девочку я еще не придумала нет я конечно придумала но пока не знаю хочу ясмин мия и там еще два имени которые пока не хочу говорить привет из германии привет чё чё ксюша ничего хорошо отвечать надо в телеграме папа чё я с лёня 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 в магазин уехал Ксюша коротень т.о. ти т.о. Твои родители не будут против, что имена не татарские, мои вот против всяких имен. Да, нет. Самое главное, что дети были счастливые и здоровые. Да, кстати, я тоже в Германии скучаю по дому 2, когда были вы, стец, Милена. Приятно, спасибо. Я работаю с чмоком. Ты мне еще, пожалуйста, отвечай, ладно? По телеграме. Вон, по-моему, он приехал, Дэвид. Если я не ошибаюсь. Он еще не зашел, Дэвид. Сколько раз не заходила здесь в эфир, я еще даже не понимаю, в какое время лучше всего. Выходи. Кстати, на последней фотографии в моем посте у меня такие огромные скулы. Хотя вроде этих скул и нет. Но это обычные скулы. А на фотографии они прямо такие, какие-то большие. Не знаю почему. Долго планируешь быть в Таиланде? Я не знаю пока, честно. Не могу ничего сказать, потому что... Я не знаю, у меня каждый день все меняется. Ай. Каждый день все по-новому. Сколько вашего малыша? Мы два годика. Как тебя, Дэвид, называет мамой? Называет мамой. Ай. Ай. А вы скрыт меня, пожалуйста? У кого есть дети? Вот у кого есть дети, кто сейчас смотрит эфир? Дэвид, мне больно. Дэвид, мне больно. Дэвид, мне больно. С кем общается с Дома-2? Да. С Настей, с Майей, с Лешей, с Лерой. С кем еще. Не знаю. Прямо так, чтобы каждый день общался, нет такого? Это. Не было, не было, не было, не было. А? Вот он взял, молокол взял. Вот он взял. Это сыновой мужчина, но не мой. Пути, банан хочешь? А что ты говоришь, что с кафрик так нет? Ну, один банан взял. Есть дети, есть дети, есть дети, есть дети. Что ты предупреждаешь, что он был? Ты же ребенок. Ты же заходил. Это было, когда ты поедешь. Ну, до сих пор еще. Ну, это же. Ну, это же. Ну, это же у нас. Мужчины. Красотулька ты. От Никиты ваш ребенок? Какого он, Никита? Что за чушь? Нет, это ребенок моего мужчины. Это не мой родной. Та-та-та-та-ра-та. 55. Кхам. А ну-та-ханова. А сколько парня к твоему лет? Дипа, скишон делает. Че? Я не знаю, можно ли ему банану. Не надо ему корку лучше. Зачем ты дает? Давид. Можно ли кролику корку от банана? Давид, не надо, Давид. Нет, кролик это не кушает, Давид. Это как? Зачем это кролик? Это как? Я не знаю, можно ли ему кожуру? Лучше, наверное, не надо. Но он ест, да? Да. Он все ест. Вот. Да, попробую заберите. Нет, нельзя. Нельзя? Нельзя убирать. У вас есть ребенок. Это не мой ребенок. Это ребенок моего мужчины. Как еще написать? Ой, такие белые зубки. Вау. Но кролик ест все. Ну как нет, хотя морковку он не ест почему-то. Губы очень красиво смотрят. Сколько миллилитров? 0,5. Но уже ушли. Я делала 0,5. Так, 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 так. Такие планы на будущее. Вообще, на самом деле, планы на будущее рассказывать нельзя. Поэтому не хочу. Говорить. Жить. Счастливо. А принимаешь участие в воспитании? По-моему, это глупый вопрос. И 24 до 7 почти с ним. Трудно, наверное, с маленьким ребенком. Ну, нелегко. Что он делает? Давид! Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты что делаешь? По секунду. Нельзя! Что он делает? Не буду мучить. Лупилку луком по телевизору. Давид, так не надо делать. Что значит, маленько устаешь от Давида? Нет, это, наверное, вопрос неправильный задан. Я просто устаю. Мне кажется, каждый родитель иногда устает. И это нормально. Та-та-та-ра-та. Очень классно. Спасибо большое. У ребенка есть родная мама? Ну, вообще, в принципе, есть. Но помогаем мы все равно парню с сыном. Смешно читать? Окей. Хорошо. У тебя бы мне помогали. А где мама Давида, если не секрет? Я не знаю. Я не хочу ловить. На эту тему? Мне это неинтересно. Обсуждать тем более, зачем мне это надо. Где мама ребенка? Я не знаю. Хочешь своего ребенка? Не знаю. Я, конечно же, безумно хочу своего ребенка. Но не знаю, сейчас ли я это хочу или после. Ну, или чуть позже. Если до я безумно хотела ребенка, то сейчас, наверное... Ну, не знаю. Инсты приносят доход? Ну, сейчас не такой огромный. Не такой большой, как раньше. Как ты справляешься с ребенком? Ты же не знала, как. Ну, начнем с того, что у меня есть маленькие сестренки, с которыми я водилась. Ну, я не знаю, как-то все... Инстинкт, наверное, можно назвать это так. Как мама учила. Ну, вообще, в принципе, у меня есть какой-то опыт. Вы замужем? Нет, я не замужем. Ребенок живет с папой всегда? Да, ребенок живет с папой всегда. Ну, как с папой и со мной сейчас, на данный момент. Сил вам. Спасибо. Цветых мне не хватает, если честно. С рождение прям. Что с рождение прям? Не поняла. Отношения с мужчиной тебя удовлетворяют на сколько процентов? Я не могу сказать, на сколько процентов, но есть моменты, которые меня тревожат и, ну, так скажем, не удовлетворяют, и это, в принципе, нормально. Отношения никогда не бывают идеальными. Ну, можно так сказать. Услать ответа. И бодрости. Спасибо. Как ты отрагировала, когда узнала, что у парня есть ребенок? Ну, я, конечно, не скажу, что была в огромном шоке, но была удивлена. Вот. Вас мамой называет или показалось? Нет, вам не показалось. Он называет меня мамой. Да. Мама ребенка не заберет? Нет, не заберет. Ребенок живет с папой с рождения? Нет. Не с рождения. Даже не думала, что ты такая суперовая. Что? Суперовая? Это как? Суперовая. Что у меня листается? Ой, сколько сердечков посыпалось. А как так мама отдала ребенку мужу? Ребята, давайте мы не будем это обсуждать. Я уже не раз говорила, что эта информация не для обсуждения. Вот. Поэтому ответ на это вы не услышите. У тебя все хорошо, но... Не знаю. К тому, говорят, нужно улыбаться через силу. Ты такая молодежь, что приняла ребенка как своего. Ну, наверное. Аккуратно, Давид. Наверное. Я не могу найти влажные салфетки, потому что замарился. Они на столе? Где? На том. На журнальном столе. А, нет, они на улице на столе. Вот я им брал вторую. Я работать сажусь. Иди в ту комнату. Там интернет лучше, где холодно. А сюда нет. Он тебе недавно предложение сделал? Нет, мне ни то предложение не делал. Аба! Давай руки, вытрем. Аба! Дави! Короче, не хочу. Не баба, не баба, не баба! Не баба! Закрылся папа, что он мог сделать? Давай руку вытрем. Давай. Ай-яй-яй-яй! Аба-кап-кап! Все. Аба! 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 Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так куда-то приезжать жить. Ну, вообще, в целом, да? Я пока не знаю, что мы планируем. Вообще, в целом, мы должны скоро улетать отсюда, но... Я еще не знаю. Такая недовольная... Да, я недовольная. Ну, то есть причина. Не боялась брать парня с ребенком? Я об этом не задумывалась, честно. Ну, конечно, я это немножко представляла все по-другому, но... Но. Блин, ну, тут мой менеджер-копирейтор пишет. Потом прочитаем. Сколько ты уже в Таиланде? Ну, с марта месяца сколько там? Март, апрель. В третий месяц пошел. Надо забрать... Он тебя не обижает, ты заслуживаешь всего самого лучшего. Ну, нет. Не обижает. Видно, что у тебя что-то не так. Вам показалось, наверное. Что? Что? Та-ра-та... Почему у тебя что-то белое такое? А, ты дива, зубы белые. Ты классная, сильная, красивая. Наверное. Да, Вик? Давай. Мулечки, пойдем смотреть. Когда познакомилась с парнем? Давно познакомилась. Да, видно, что что-то не так. Не трать время, зря, если не уверен. Это еще приходит. Спасибо за совет. Ла-ла-ла. Леви, там мультики. Иди, иди, смотри. Я не хочу давить на мультики. Можно я подделаю то, что я хочу? Нет, можно я подделаю то, что я хочу, пожалуйста? Хорошо? Как твои родственники отреагировали, что будет ребенок? Как они могут отреагировать? Вообще, самое главное, наверное, для них, чтобы я была счастлива. Вот, и все. Мама зовет Руси. Ну, мама, понятное дело, очень соскучилась. Не рви. Не надо рвать. Понимаешь? Ты хочешь другой мультик? Пойдем, включи другой мультик. Там-барам-барам. У нас, говорю, народ прибавляется. Я всегда удивлялась, почему детям нравится смотреть Машу. Просто включаешь Машу, и залипание надолго. Нет ласки с ребенком. Ну да, наверное, вам же виднее. Что есть, а что нет. Ты все еще тут. Раньше ты была более счастливой. Не знаю, наверное. Ты еще тут норм. Да, сейчас уже буду выходить. Блин, была бы вот кожа такая, как с фильтрами, а? Было бы очень круто. Я эту серию уже тысячу раз смотрю. Сколько мне сейчас лет? Мне сейчас двадцать. Двадцать семь. Да, мне сейчас двадцать семь лет. Все. Скоро тридцатка. Чей малыш? Малыш моего парня. Я с фильтрами, вообще красотка. Купины рядом живут? Нет, они теперь живут не рядом. Они живут там, где мы жили раньше. Мы переехали в другой дом. А сколько хочешь родить детей? Сейчас я уже не знаю. Пока я не хочу. Нет, как это сказать. Я, конечно же, безумно хочу детей, но не сейчас уже. Если до этого я хотела, то сейчас я как-то особо нет такого, что прям хочу. На данный момент. Прошу прощения за нескромный вопрос. А ребенок все время с вами или просто на отдыхе? Да, все время с нами. Чем заняты везде они? Просыпаюсь в семь утра, иду кормить Давида, собирать его в садик. Чаще отвожу его в садик. Приезжаю, делаю дела по дому. Встречаю, встречаюсь с подружками. Какие-то еще там свои дела. Потом готовлю кушать, убираю. Потом далее еду за ним в садик. Или не еду за ним в садик. Он так приезжает в садик, и я сейчас уже с ним. Как-то так. Тебе нравится эксцентрик 02? Что это такое? Чтобы я знала, что это такое, могла бы ответить. Почему на Тае так много русских? Ну, потому что, наверное, здесь хорошо. Любишь сама готовить? Нет. Я разлюбила это делать. Сейчас уже не люблю. Прости, ты нескромный, тоже вопрос в секс неделе. Сколько раз должен быть? Или сколько для тебя нормальных? Это, конечно, интимный вопрос такой. Но я, так скажем, молодая девушка, которая, так скажем, окей, буду откровенно сами говорить, секс важен. И... Ну, как минимум, один... Ладно, не знаю, как вам сказать. Я люблю... Можно сказать, каждый день. Окей. Или хотя бы через день. А там 3-4 дня это все надо трэш, мне кажется. Сад не полный день? Нет. С понедельника по пятницу, суббота, воскресенье отдыхаем. Мама Алина, чем кормится второго ребенка? Второго ребенка кролика? Кролика кормим кормом. Он ест капусту, яблоко, банан. Что там еще есть? Огурчик кушает. Банан что-то съел уже. Ты скушал? Рутина? Да, я бы, наверное, назвать так. Я не люблю одевать на себя маску и говорить, что... Ааа, все так прекрасно! Я люблю говорить так, как есть. Зачем мне обманывать? Почему сейчас не в саду? Потому что у нас время уже половина восьмого. А в России сейчас время сколько? Ты что, родила? Давно не следила с тобой? Нет, я не родила. Пока еще не родила. Молекула 0.2 это... А, я не знаю. Я никогда не пользовалась молекулой, поэтому не могу вам сказать, где вы сейчас живете. Мы сейчас живем на... Сказать, на Сушелах. Давайте. Парень твой успевает каждый день уделять время для секса. от работы не устает. Ой, ребят, я не буду с вами общаться на эту тему. Я считаю, что это слишком лично. Половина четвертого. А у нас половина восьмого уже. Алина, зубы свои, да. Зубы свои. Видите, эти два кривых. Алина, заходите почаще в эфир. Я понимаю, что это нужно, но, не знаю, у меня не всегда есть настроение. Для этого. Райтер просит 100 рублей за текст. А ты нахера это здесь пишешь? Я не могу понять. Давай еще здесь все обсудим, Ксюш. Ну. Голова есть, нет? В пляжи часто вы уходитесь? Нет, не часто. Иногда я сначала жду полдня, чтобы кое-кто проснулся, потом у меня пропадает настроение, я никогда не еду. А вообще еще последнее время у нас дожди, и мы пока еще, пока не ходим. Загар у меня вообще весь слез. Мама, пластику будешь делать? Да. Хочу. Но пока не знаю. Не знаю, когда. Хотела бы уже, конечно, сделать. Мы не обещали сделать, но пока как-то все забыто. У вас зато эфир живой, не наигранный. Дорогие подписчики. Что, Ксюша, дорогие подписчики? Алина выходит на бизнес-разговор. Ксюша, сейчас выйду. Нет, возвращаться я сегодня уже не буду. Сейчас я закончу эфир, Ксюша. Мы с тобой обсудим все. Окей? Скучно тебе там, короче. Ну, как сказать? Мне не хватает общения здесь, да. Мне не хватает эмоций. Я бы сказала это так. К сожалению или к счастью. Не хватает, наверное, своего времени, можно так сказать. Я говорю, почти никого нет. И, короче... Как Давид? Давид хорошо, как он? Прекрасный. Смотрит мультик. Просто меня еще больше всего тревожит, что я тут не могу заниматься своим делом, которое мне приносит доход. Вот и все. А зависит от кого-то я не особо люблю. А вы приехали по работе туда? Нет, мы приехали просто... Ну, как, как. Решили встать переехать жить. Но сейчас планы меняются, и... хотим уезжать. У кого есть девочек дома? Два нравятся, сделаны, говорят, ни у кого. Пока я еще не видела, естественно, груди. Как я хочу сделать. Алина, не скачай, приезжай в гости. Дай бог, доедем. Время покажет. Себе нужно в России больше развлечений делать. Да, а при чем тут развлечений? Это вообще не об этом. Просто большинство моих доходов зависело от инстаграма, и как бы я делала брови, там, волосы. Здесь же немного с этим все плоховато, но, во-первых, ситуация в мире сейчас отразилась на инстаграме. Плюс я нахожусь в Таиланде, где история, как бы, совсем, можно сказать, еще не... Короче, аудитория не моя здесь. Плюс, что еще? Ну и плюс здесь для того, чтобы работать, нужно виза. Разрешение на работу. Вот, а от того, что пока я не понимаю вообще сути, остаемся мы тут, не остаемся, что будет дальше, я не могу нормально на кофорной синизе и все остальное. Ну и плюс я постоянно бывает занята зановидом. А где октобус? Какой октобус? В жизни тебя узнают? Да, узнают. Да, я на практике, девочка у меня тоже узнала. Ладно, все. Всем хорошего вечера, желаю вас уже. Да, у нас вечер, у вас еще пока день. Субтитры сделал DimaTorzok, Продолжение следует...